Приветствую, друзья. Немецкая клиника Шарите опубликовала официальное заключение, что Алексей Навальный был отравлен веществом класса новичок. О том, что это отравление и что за этим стоит Кремль, я говорил сразу и неоднократно. Теперь мы это знаем точно. Это тот случай, когда метод покушения говорит нам сразу о многом. Боевое отравляющее вещество класса новичок нельзя купить в аптеке, нельзя купить в хозяйственном магазине. Новичок находится в распоряжении отдельных подразделений армии и спецслужб. А значит, версия о личном конфликте, месте за расследование, бытовом отравлении и тем более падении сахара в крови идут обратно в те самые пропагандистские помойки, которые их выдвигали. Заявление о том, что это был, мол, не новичок, поскольку тогда бы Навальный сразу умер, идут на самом деле туда же. Потому что, еще раз хочу повторить, немцы заявили об отравлении веществом класса новичок. Различные вещества этого класса отличаются как по силе воздействия, так и по способу проникновения в организм. Но применение этого класса боевых отравляющих веществ однозначно говорит нам, что были задействованы ресурсы государства и спецслужб. Может ли быть такое, что сам Путин об этом не знал? Ведь ему, как говорится в таких случаях, это ж невыгодно. Нет, такого быть не может. Путин не просто знал. Он явно давал на эту операцию добро. Алексей Навальный относится к ряду людей, решения по которым принимает лично Путин. Допустить или не допустить на выборы. Возбудить ли уголовное дело или выпустить вопреки приговору. Разрешить выход за рубеж или отравить боевым ядом. В отношении Навального это решение лично Путина и никого другого. Но может быть кто-нибудь решил это сделать самостоятельно, а Путин ничего не знал? Путинская система власти – это банда. А вся страна – это территория, которую эта банда считает своей. Применение на территории банды боевых отравляющих веществ в отношении противника самого главаря, без его главаря санкции, заканчивается демонстративным и жестоким наказанием исполнителей и организаторов. Вы что-нибудь об этом слышали? О каких-то громких арестах сотрудников или ветеранов ГРУ, или о внезапном самоубийстве какого-нибудь генерала, ну или повара Пригожина? Нет? Вот я тоже нет. А значит согласие Путина было. Пусть кивком, но было. Мы же понимаем, как подобное происходит. Конечно, никто не говорит прямо «убейте такого-то» или «отравите там». Приходит на прием кто-то из приближенных. Излагает проблему, например, с протестами в Белоруссии. Или с выборами. И говорит, что надо отвлечь внимание или остановить. И спрашивает, можно ли для решения задачи задействовать лицо из первого списка. А первый список – это те, для кого требуется личное решение Путина. И Путин кивает. Или не кивает. Ну а почему же Алексея Навального не убили, если кивок был? Ну так бывают разные задачи. Иногда задача – вот просто убить. Иногда – наказать, остановить, запугать или отвлечь внимание. И Путин прекрасно понимает, что значит его кивок. Понимает, что даже если он кивает на задачу остановить или наказать, то жертва может и умереть. Но для него это приемлемые издержки. Допустимая погрешность. А вот тогда почему именно новичок? Ведь это класс веществ, вызывающих на Западе однозначное понимание заказчика и истерическую реакцию общественного мнения. Почему не сотни других отравляющих веществ? Почему не пуля, не нож, наконец? А это означает послание граду и миру. Наряду с заявлением, например, о готовности ввести силовиков в Белоруссию. Мол, делаем, что хотим. Бойтесь. Ведь боятся. Целый ряд западных политиков уже не позволяют себе лишнего негативного слова в адрес хозяина Кремля из простой человеческой опаски. А вдруг и меня? С Путиным и его ближним кругом нам все понятно. Тут нет вопросов ни о морали, ни о совести, ни о границах допустимого. Но ведь эти убийства и отравления происходят не в безвоздушном пространстве. Чтобы это происходило и сходило с рук, необходимо участие сотен, может быть, тысяч человек. И вот к ним у меня есть вопросы. За много лет, не по своей воле, проведенных в окружении различных правоохранителей, я часто слышал выражение «слуги государевы», так они себя называют. Это всегда говорилось с гордостью. С гордостью, между прочим, настоящей, ненаигранной. Так вот, я хотел бы обратиться к ним. МВД, СК, прокуратура. Вас десятки тысяч. Вы все это видите. Вас учили раскрывать преступления, искать преступников. Учили искать, а не покрывать их. Вы присягу давали. Каково вам смотреть вот на это? Алексея Навального отравили в самолете или около него, в оживленном аэропорту. А если бы отравители, как вот Луговой и Кофтун в свое время, пролили или просыпали яд? Это же боевое отравляющее вещество. Десятки трупов вокруг. А то и неуправляемый самолет в воздухе над страной. Вам как это? Нормально? Вы вот спокойно смотрите, как страной управляют те, кого вы должны ловить и судить. А вот вы, сотрудники ГРУ, как вам живется? Ваша же задача – уничтожать террористов и диверсантов. А в военное время – работать фронтовой разведкой. Вам нормально, что вас превратили в шайку дешевых убийц? Что вы защищаете не страну, а шайку грабителей, которые используют вас, чтобы грабить страну и дальше защищать награбленное? Или вы, может быть, думаете, что этим вот самым награбленным поделятся с вами или с вашими детьми? Нет. Вы будете по-прежнему сидеть в своих гарнизонах, ездить в отпуск, хорошо, если в Сочи, и умирать молодыми. Но главное – ради чего? Понятно, когда ради страны. Понятно, когда ради своих детей. А когда ради кучки кровопийц. Вот вы мне скажите, зачем? Ну и, наконец, ФСБшники. Вы отвечаете за безопасность. Вы отвечаете за контрразведку. Вы должны работать, чтобы государство становилось сильнее. Вы не видите, что ли, что с этим государством происходит? Вы не видите, что происходит с российскими ракетами, самолетами, современными технологиями? Или вас убеждают вот эти вот дешевые мультики? Чем вы занимаетесь? Вы вмешиваетесь в чужие выборы, дедосите СМИ? Вы даже не можете на Западе технологии новые украсть, как это делает Китай. И не потому, что физически не можете, а потому, что незачем. В стране просто нет возможности этих технологий применить. Так отстали. А шпионов в нашей промышленности и науке приходится придумывать, потому что их нет. Просто нечего красть. Нет у нас технологий. Все, что было нужно, китайцы уже украли. А больше никому не нужно. Современная промышленность, высокие технологии, науки. Ничего нет. Все разрушено. И на проклятые 90-е бессмысленно кивать. Во-первых, они длились всего-то несколько лет. Во-вторых, когда это было-то? Мы вошли в 90-е из СССР с балансом минус 100 миллиардов долларов. И ценой на нефть в 10 раз ниже, чем сегодня. Но у нас уже больше 20 лет у власти, дорогой Владимир Владимирович. А достигавшая 140 долларов за баррель цена нефти дала нам 3 триллиона долларов нефтегазовых доходов. Где они? Я, опять же, не по своей воле провел какое-то время в Краснокаменске. На самой границе с Китаем. Так вот, в Краснокаменске рассказывали, что в 90-е и по российскую сторону границы, и по китайскую ходили овцы. По российскую сторону овцы ходят до сих пор. А китайская выглядит вот так. Этот город создан на деньги от контрабанды нашего сибирского леса. И вот в Китай ехал наш незаконно вырубленный лес, а обратно дешевый шарпотреб. Это делало и делает власть якобы патриотов. Думаете, сейчас там что-нибудь лучше? Думаете, что-то изменилось? Изменилось, да. Раньше хоть наши мужики лес валили и на этом зарабатывали. А теперь значительную часть пилят сами китайцы. Вот полюбуйтесь на результат. Неудивительно, что из страны бегут люди. В первую очередь молодежь. Они, конечно, патриоты. Но с такой властью им ловить нечего. Каждый год уезжают десятки тысяч специалистов. А без специалистов, без квалифицированных работников современной и сильной страны просто не может быть. Как не может быть без науки и образования. Вот на каком месте в мировом рейтинге наш ведущий вуз МГУ? На 174. Это еще сумели подняться на 15 позиций. На 174. Зато в Московском университете среди почетных профессоров есть Виктор Янукович и Александр Лукашенко. Это вот что, точно показатель сильной страны? Частый ответ патриотов, причем даже патриотов искренних, не из телевизора, что без Путина будет хуже. Куда хуже. Какие достижения Путина мы без него потеряем? Да и будет ли вообще страна после еще 20 лет управления Путиным? Или итогом ее управления станет полный развал страны? Потому что распад государства, его перерождение уже произошло. Это не государство, когда вся страна принадлежит банде, а правоохранители и спецслужбы лишь обслуживают интересы этой банды. Единственный путь у такой страны – медленная или быстрая деградация. Вот есть такая страна – Аргентина. В начале 20 века Аргентина входила в десятку самых богатых стран мира. Но череда военных диктатур, озабоченных только сохранением власти, довела эту страну до разруки и нескольких дефолтов. И теперь мы вспоминаем Аргентину лишь как родину футболиста Лионеля Месси. И как то место, где в российском посольстве нашли 400 килограммов кокаина. И Россия под руководством Путина движется в том же направлении. Только вот боюсь шансов, что у нас появится Месси, не так много. И я снова хочу спросить сотрудников милиции, прокуратуры, СК, ГРУ, ФСБ, всех без чего участия или попустительства истории государственных отравлений просто не было бы. Вы кому служите? Вы защитники родины или прислуга, окопавшейся во власти бандой. Потому что тут или одно, или другое. Вместе не получится. Не получится средневековыми методами построить сильное, а значит современное государство. Так и застрянем где-то между Борджио и Медичи. Америка управляется через Твиттер. Продвигает свои ценности через Гугл и Эппл. Китай влияет на мир через ТикТок. И только Путин ведет нас не в технологическое будущее, а в дремучее прошлое. Он уже не справляется со своими задачами, политическими методами. Он, например, уже не может просто так выиграть выборы. Он лишается популярности. Он устарел. Он развалил систему управления государством. Его надежда только на силу. Это и плохо. Потому что страшно. Ведь он может многим навредить и уже делает это. Но это и хорошо. Тот факт, что он постоянно прибегает к крайним методам, говорит, что его запас прочности сильно меньше, чем нам кажется. Всего хорошего.